Мы немножко занимаемся разными вещами с Виктором. Виктор занимается венчуром и private equity. Я специально его перед встречей спросил, а зависит ли венчур и private equity от макро. Он так ушел от ответа, но все-таки понятно было, что зависит. Поэтому с макро лучше начать все равно. Я, наверное, тогда попробую рассказать, что мы, инвесторы в ликвидные рынки, думаем про ситуацию на макрорынках. Немножко два слова скажу, что мы думаем, что с этим надо делать, а чего не надо делать. И что мы делаем, а чего не делаем. Потому что это примерно одно и то же. Потом передам слово Виктору, который расскажет, что на их рынках делается в связи с этим, и что надо делать или не надо делать на их рынках. А потом мы, наверное, ответим на вопросы, потому что понятно, что темы не исчерпаем. И что бы мы ни сказали, мы не попадем во все, что вы хотите слышать. Поэтому потом попробуем поотвечать. Я буду сейчас какие-то банальные вещи говорить, просто я не знаю, кто что знает, кто за чем следит. Поэтому, если вам кажется, что что-то банальное, ну что делать теперь? Макроэкономика вообще банальна сама по себе. В принципе, то, что сейчас происходит, оно, как любят говорить религиозные люди, описано в книгах. Оно действительно описано в книгах, оно описано в презентациях, описано в выступлениях аналитиков много лет назад. Еще в 2020 году точно уже совершенно. Мы сами очень подробно писали, что будет дальше в 2020 году. И картинку рисовали примерно ту, которая сейчас на самом деле есть. Другой вопрос, что никто не понимал ни тайминга, ни магнити, и не мог понять. Но вот мы с вами зато знаем сейчас, что происходит. В принципе, на мой взгляд, у экономических ситуаций в мире всегда есть какой-то базворд, который считается рынками, самым главным словом этого времени. И на это слово ориентируют все свои действия, рыночные акторы. Вот сейчас базворд это рецессия. И, в принципе, все, что можно сейчас говорить про макро, оно все так или иначе будет крутиться вокруг слова «рецессия». Что происходило в последние годы? У мировой экономики сформировался некий устойчивый трек развития в 10-е годы на базе денежного катализатора, который дозированно выдавался в экономику, очень низких денежных ставок и растущего левереджа фондового рынка. Экономика росла медленными темпами. Неискушенному наблюдателю могло показаться, что она медленно растет на Западе и быстрее, скажем, в Китае, еще быстрее в Индии. Но это в процентах. Если смотреть на показатели, скажем, на душу населения, то она росла медленными темпами примерно одинаково везде. У каждого был свой потолок. У Америки тысяча с копейками долларов на человека в год. У Китая 600 долларов на человека в год. У Европы 300 долларов на человека в год. Но все равно это был некий темп. И периодические попытки вмешательства в этот процесс со стороны монетарных властей, как, например, в 2016 году попытка повышать ставки в Америке, моментально приводила к срывам. То есть тут же экономика начинала сворачиваться. И монетарные власти моментально возвращались обратно в этот же стейт. И все продолжалось дальше. И огромное большинство, особенно молодых инвесторов, считало, что это так всегда было и так всегда будет. Это вечный процесс. Акции должны расти. Банды должны давать низкую доходность. И тогда образовалось очень много разных конструктов на рынке, квазипузырей, перекосов, типа технологического пузыря, скажем. И вы наверняка знаете много, и слышали наверняка много историй фондов, которые очень много зарабатывали в то время. Потому что они просто с большим плечом входили. Плечо, причем не обязательно денежное. Это могло быть плечо с точки зрения бета просто. Очень хай-бета акции входили в американские. И там Тесла. Казалось бы, что если ты бедный и хочешь стать богатым, просто купи себе акцию Тесла. Все это происходило, происходило, происходило. И происходило бы на самом деле и сейчас. Потому что, в общем, это пространство неисчерпаемое. Ты добавляешь денег, акции растут. Добавляешь денег, акции растут. Этот процесс может быть вечным. Если бы не эпидемия ковида. В эпидемию ковида экономически произошли две вещи. Во-первых, объем добавленных денег оказался диспропорционален процессу. То есть, произошло денежное отравление экономики. Денег добавили сильно больше, чем требовалось для того, чтобы решить проблему с пандемией. Это, понятно, стало только в середине 2021 года. До этого это очень сложно было посчитать. Но уже где-то к августу 2021 года все серьезные люди стали говорить, что что-то не то мы сделали. Очень много денег добавили. И сейчас явно будет дисбаланс нарастать. Он уже сам по себе не может уйти. Вторая проблема, которая во время ковида возникла, это тяжелая логистическая проблема мировая. Фактически ковид создал проблему на стороне предложения. Потому что кто-то переставал производить, кто-то переставал доставлять. Как оказалось, не только производство, но и доставку очень сложно раскрутить обратно в ситуации, когда уже можно. И в конечном итоге, после шокового провала начала 2020 года, шокового восстановления 2020 года всех рынков, на фоне больших денег, и там какая происходила схема, новые деньги замещали не ушедшие деньги из системы, а деньги, остановившиеся в системе. Я помню, как я, по-моему, здесь год назад рассказывал, или два года назад рассказывал, что банально, если вы во время ковида не пошли к парикмахеру, то у вас остались деньги, а парикмахер их не получил. Государства должны были парикмахеру дать денег, они дали парикмахеру денег, но ваши деньги тоже остались в системе. Поэтому произошла как бы дубликация этих денег, не замена, а удвоение, и ваши деньги, оставшись в банке, оказались на рынке, потому что на них как-то надо было зарабатывать, потому что эти деньги это лообилити банка. Оказавшись на рынке, они пошли на фондовые рынки, потому что в другом пространстве зарабатывать было невозможно, и стали увеличивать стоимость фондовых рынков в диспропорциональной ситуации. И к середине 2021 года все рынки пришли в состояние диспропорциональных оценок, которые так или иначе должны были уходить даже в рамках стабильной работы рынка, но рынка бы уже не была стабильной, потому что логистика не работала, и начинала раскручиваться инфляционная спираль, не монетарная инфляционная спираль, которая к деньгам в этот момент не имела никакого отношения, а имела отношение к падению предложения на уровне восстанавливающегося спроса. Спрос, который останавливался в 2020, начал расти в 2021 диспропорционально, потому что нужно было замещать то время, которое спроса не было, а логистика не успевала, инфляция начала расти, начала двигаться быстро достаточно вверх, и тогда мы полагали всерьез, что американская инфляция имеет потолок где-то 4-5% максимум. Из всех расчетов, основанных на тех временах, основанных на том, что мы знали, получалось, что вот она где-то до 4-5% дойдет, дальше первые же меры монетарные ее сбросят, ее сбросят, потому что она чисто инфляция логистики, да, логистика восстанавливается. Где мы просчитывались, мы не понимали, что когда этот процесс начался, и рынки начали двигаться вниз, люди начали уходить с рынка, поток денег пошел обратно, количественное ужесточение не успевало стерилизовать эти деньги, деньги пошли на рынок потребительский и создали вторичную волну монетарной инфляции. Эта вторичная волна, мы ее видели даже, когда не монетарная инфляция дошла как бы до пика, а потом пошла вторая волна. Да, вот это то, что мы имели в начале 22-го года, да, конец 21-го, начало 22-го года, двузначная инфляция практически, да, там здесь двузначная, в Америке там high single digit и так далее. И на этом фоне, и на этом фоне после всплеска продуктивности и производства после ковидного начинало возникать охлаждение, потому что, ну, инфляция такого рода вместе с перебоями в логистике давит на предложение самого по себе, да, начинает сокращаться вся база, вот. И к середине 22-го года уже на рынках окончательно сформировался приговор, да, такой вынесенный обществу. Общая мировая рецессия, замедление Китая, естественно, инфляция, которую надо лечить монетарными методами, будет ли она лечиться монетарными методами, непонятно, да, и, в общем, очень глуми forecast. С середины 22-го года в этих предсказаниях, в общем, ничего особенного не изменилось, за исключением одного момента. Инфляция, кажется, начинает уходить, да, более-менее сама по себе. Понятно, что ставки влияют, конечно, на инфляцию, потому что они сильно снижают рычаг в экономическом пространстве, и ставки растут, и они будут продолжать расти. Но вот мы уже видим сентябрьская инфляция, она там 8% в Америке, а инфляция за месяц 4%, но 4,8 где-то, да, меньше 5%. Углеводороды падают, нефть, даже в ответ на виртуальное сокращение квот ОПЕК, продолжает падать. Почему падает? Потому что впереди рецессия, да, это главный фактор, почему она падает. Газ, цена на газ, несмотря на все, что сейчас происходит, упала на, по-моему, на сегодня 63% с пика уже. То есть там как бы тоже, да, вот, так сказать, за этой пропагандистской борьбой относительно того, что Европа не будет мыться и замерзнет, цена газа идет к докризисным значениям достаточно быстро. Вот, и все это, естественно, тянет инфляцию вниз, еда тянет инфляцию уже вниз. Еда это, еда это следующий номер инфляции, да, после природных ресурсов. Потому что еда это самый энергоемкий продукт, который производится в природе, в принципе, ну, наверное, после алюминия, но алюминий это природный ресурс. Да, я не знаю, вы слышали или нет, эквиваленты еды энергетические, энергетические, в килограмме хлеба примерно 250 грамм дизельного топлива эквивалент по энергетическим затратам. То есть это, на самом деле, страшный потребитель энергии, еда. Причем вегетарианская еда больше потребляет, чем мясо и молоко. Вот, и поэтому, конечно, когда еда начинает идти вниз, это естественное следствие того, что идут вниз углеводороды. Товары начали, инфляция началась стагнировать на товары уже в Америке. Остаются сервисы, сервисы всегда последние. Сервисы же какое-то время будут расти. Но так уже сейчас, вот если приглядываться к будущему, насколько мы можем это сделать, то, наверное, к весне проблема инфляции будет решена. Мы, наверное, увидим еще пару повышений ставки в Америке. И с середины следующего года где-то ФРС должна переключаться на вопрос экономики. То есть инфляцию победили, инфляция пришла где-то, не знаю, к 4% и идет вниз. Надо заниматься ВВП. А поскольку у ФРС у них же только одна ручка есть, да, это ставка фактически. Да, ну, есть еще там смягчение или ужесточение количественное, но все равно это вторичная отставка. Да, то если вы ручку сдвинули сюда, победили инфляцию, теперь вам нужно двигать обратно. И ставки, скорее всего, с конца следующего года, может быть, с 2023 года, 2024, начнут падать. Что такое падение ставки? Для экономики, которая была в легкой рецессии, для фондовых рынков, которые вышли на низкое плато и так далее. Падение ставки после рецессии – это процентный риск уходит, а кредитный риск остается. Это значит, что хороший долг начинает расти в цене, а плохой долг продолжает падать в цене. Значит, спреды расширяются очень сильно. Это flight to quality, это бегство в качество. Это значит, в Америку идут больше денег. Но это достаточно уникально для нашего времени ситуация. В Америку идет больше денег, развивающихся на верзывающихся рынках drain, а доллар падает в цене. Почему? Потому что ставка идет вниз. А почему он падает в цене, когда ставка идет вниз? Потому что Европа и Япония, естественно, и Великобритания не успевают за этим циклом. И в Японии, и в Европе, и Великобритании цикл подъема ставок только-только начинается. Он будет значительно позже идти, инфляция выше. Скорее всего, весь 2023 год Британия будет поднимать ставку. Возможно, в 2024 году тоже. И дифференциал ставок резко будет сокращаться. Соответственно, вот мы видим картинку так. Через год 14 месяцев хороший кредит, наиболее ликвидные акции, все, что имеет низкий кредитный риск, все должно разворачиваться, начинать расти обратно. Тем более, что к этому времени, я думаю, мы еще увидим несколько падений. Еще далеко не все кончилось. Все, что связано с кредитным риском или с риском ревенюс, все будет продолжать чувствовать себя очень плохо. До времени. Понятно, что оно с лагом приходит обратно, потому что экономика наполняется, она начинает расти, и все это возвращается. Мы выйдем в цикл опять с низкой стоимостью природных ресурсов, с умеренным ростом и с доминированием развитых экономик. Доллар дешевле, европейская валюта дороже, иена дороже. Юань дешевле, китайские проблемы в основном кредитные, а не процентные. Там ни инфляции, ни процентных ставок не росло. Соответственно, эта зона остается зоной высокого риска. Ну и, наверное, это вот так вот в двух словах все. Я тогда, наверное, во-первых, спрошу, Виктор, согласен ли со мной. А во-вторых, посижу, отдохну, пока Виктор расскажет про Private Equity Venture Capital. А потом, если останется время, немножко поговорю о том, что делать на рынках при этом, как что мы думаем. Да, я тебе как раз хотел спросить, а что же делать на рынках? Но ты к этому еще вернешься. На самом деле, я бы хотел немного добавить к рассказу Андрея еще вот этими Робин Гудерами дополнить, которые Андрей очень хорошо говорил про парикмахеров. А мы жили как раз в эту пандемическую эпоху в Калифорнии. И там преподаватели, простые преподаватели в школах, они там получают, не знаю, 3 тысячи долларов в месяц зарплаты. И им государство сначала, штат стал доплачивать, они стали получать 5 тысяч долларов в месяц. А потом им еще сверху стало доплачивать федеральное правительство, они стали получать 7 тысяч долларов в месяц. При этом в школу ходить не надо. Соответственно, ездить ты никуда не можешь. Поэтому, естественно, все расходы на путешествия отсутствуют как класс. Плюс к этому дали кредитные каникулы. То есть можно не платить самый большой процент, который уходил на моргидж. Ну и так далее, и так далее. Куда люди делят эти деньги? Вот этот эффект Робин Гудеров, это как раз был эффект того, что все дополнительные деньги среднестатистический американский преподаватель просто запихнул в фондовый рынок. Так как у него было прекрасное приложение, аля там Робин Гуд, это было сделать достаточно просто. И как вы помните, в некоторые моменты времени Робин Гудеры даже удивляли Уолл-стрит. То есть такой объем денег был в экономике физическими лицами доставлен до фондового рынка, что маркетмейкером стал уже не Уолл-стрит, а стали просто обычные домохозяйства американские. Это, конечно, очень было, по-моему, необычно. Если вы так говорите, извини, просто как иллюстрация макро, здесь объем сбережений в доходе в 2020 году составил около 30%. Цифра совершенно безумная. Нормальная для Америки 6,8%. Да, да, все что-то сохраняли. Было что сохранять. На самом деле мне понравилось, что ты оптимист, потому что из всего, что ты сказал, все вернется на круги своя. Это, мне кажется, очень круто. Куда же наденешься? Какие-то иногда я слышал такие пессимистичные настроения, что типа все, это был последний кризис. Ну вот, к счастью, здесь два оптимиста собрались. Давайте я немного расскажу про венчурный бизнес. Если Ольга мне позволит, я спрошу, у кого есть акции публичных компаний, вот здесь присутствующих? Поднимите руки. Есть люди, у которых нет акций публичных компаний, бандов, такого не может быть. Просто не хотите поднимать руки. А вот венчурные проекты есть такие, кто инвестировал? Ну все-таки меньше, все-таки меньше рук. То есть из этого я могу предположить, что я немножко могу рассказать про венчур, наверное, чуть-чуть. Что такое венчурный бизнес? Это, если коротко, инвестиции в что-то, что может потенциально очень быстро вырасти. То есть, когда происходит инфляция самого проекта, но инфляция в хорошем смысле слова, когда вы из очень маленького можете получить что-то очень большое, засравнить на короткий промежуток времени. То есть короткий 10-12 лет. Это, кажется, не коротко, но вообще-то вырастите, попробуете компанию до миллиардов долларов капитализации, или 5 миллиардов всего за 10 лет. Это действительно очень коротко. А сделать это можно только с технологиями. То есть, если у вас есть технология, которую можно масштабировать, тогда, неважно, где эта технология применяется, тогда можно инвестировать в венчуры. Вот для венчурного капиталиста самый главный критерий, может ли, есть ли там какая-то технология внутри, вот в этом проекте, который может очень быстро развиться, очень быстро масштабироваться до каких-то очень больших размеров. Но при этом сам венчурный бизнес, он очень маленький по размеру. Американская экономика фондового рынка где-то 50 триллионов долларов. Еще есть бондовый рынок, фикс-тенком, еще там, наверное, 40-50 триллионов долларов. А весь американский венчурный бизнес, это деньги, которые уже положены в проекты, и те, которые еще есть у инвесторов, так называемый dry powder, он где-то сейчас оценивается в 800 миллиардов долларов. То есть он меньше 1%, но при этом он очень агрессивный. 83% компаний американских, которые выходят на публичный рынок, так или иначе содержат в себе венчурный капитал. То есть вот такой маленький, очень агрессивный бизнес, который растит в очень большие компании. И этот рынок, в общем, был очень профессиональным до пандемии. Если говорить там про 2010-е годы, наверное, было в мире всего было там 15 тысяч, 20 тысяч венчурных капиталистов. Это очень мало, да, то есть по сравнению там с количеством врачей в России, там их, по-моему, около полутора миллионов, во всем мире 20 тысяч. То есть все люди друг друга знали, очень такой агрессивный, очень такой социальный, но при этом очень сбитый, вот все друг друга знают, венчурный капитал. При этом, если говорить про то, кто является вот инвестором в эти венчурные фонды, да, все-таки 95% всех денег, которые поступают стартапам, это именно вот профессиональные игроки. То есть я бы сказал, есть такие ангел-инвесторы, да, ну то есть физические лица, которые во что-то инвестируют, обычно на очень ранней стадии. Есть профессиональные игроки. Вот эти профессиональные игроки венчурные фонды, они у кого-то же деньги получают. И на самом деле крупнейшим инвестором в венчурные фонды, американские, но и вообще мировые, являются пенсионные фонды, то есть очень крупные фонды, которые управляют там триллионом долларов, например. И mutual фонды. Самым большим инвестором в американские венчурные фонды является Fidelity. После него идут самые крупные, крупнейшие пенсионные фонды и так далее. Они занимают примерно 80% всех денег, которые поступают в венчур, то есть через профессиональных игроков. И это, наверное, очень важно понимать для того, чтобы ответить на вопрос Андрея, а есть ли какая-то корреляция между венчурным бизнесом и макроэкономикой. Я специально на этот вопрос не стал отвечать, потому что, честно говоря, есть три варианта ответа. Первый вариант ответа – корреляции нет, и он будет правильный. Он будет правильный для очень ранних проектов. Представьте себе проект, который вы сейчас инвестируете. Есть на салфетке очень крутая презентация двух крутых ребят из какого-нибудь Стэнфордского университета или Беркли, и вот они что-то собираются сделать. Денег надо мало на этот отдельный проект, оценка минимальная. При этом результат будет какой-то, что называется tangible. Вы можете потрогать продукт через три года, в лучшем случае первой ревенью через четыре. В лучшем случае, если все пойдет вообще отлично, через 6-7 лет вы продадите этот проект. Но вообще-то, если будет еще лучше, то тогда через 11-12 лет вы выйдете на публичный рынок. Так обычно происходит с хорошими проектами. При этом вот из этого состояния презентации один из 50 проектов только выстреливает. Поэтому вы собираете большое количество проектов, зная наверняка, что 49 из 50 вообще просто умрет на уровне салфетки и никуда дальше не пройдет. Поэтому для такого рода проектов, что там с макроэкономикой происходит, не имеет никакого значения. Поэтому для ранних стадий это правда, то есть никакой корреляции. В то же время, если вы посмотрите на кризис 2008-2009 годов, то вы увидите, что в этот кризис как раз родились крупные игроки на венчурном бизнесе. То есть венчурные игроки, такие как Airbnb, там Stripe родился. Да, это компания, которая, наверное, сейчас даже в кризис стоит больше 100 миллиардов долларов, оставаясь частной. Много других проектов. И вроде как с одной стороны был кризис, и вроде все должно было помереть на венчурном рынке. Но там тот же был Facebook, например, который не только выдержал это испытание двух-трехлетнего кризиса, но и стал просто исключительно хорошей компанией на публичном рынке. Инвесторы очень много денег заработали. Кризис бывает ацикличен публичный для стартапов. И я приведу пример. Airbnb. Airbnb бы никогда не случился, если бы, а я думаю, что я не буду руки просить поднять, я уверен, что многие из вас инвестировали, вернее, не инвестировали, жили в домах, в квартирах, которые Airbnb сдают, через Airbnb сдают. Так вот, Airbnb не появился бы на рынке, если бы не кризис 2008-2009 годов. Было много попыток сделать такие проекты, ничего не получалось. А получилось потому, что люди стали пускать каких-то непонятных персонажей в свои собственные квартиры, дома. Им нечем было платить за моргидж, ипотеку, и просто пришлось пускать людей в дома. И на этом поднялся Airbnb. Ну и я могу переводить очень много других примеров, почему кризис иногда бывает контрцикличен к венчурному капиталу. Но в целом, конечно, рынок венчурный очень сильно стартаперовский. Он выглядит так, что стартаперы бегают за деньгами, да, и наверняка многие стартаперы к вам прибегали. На самом деле это не так. В этом бизнесе главный стартапер, его эго, а инвесторы бегают за стартапами, они конкурируют за стартапы. И очень редко бывает, когда происходит обратное, когда рынок вдруг переключается, и стартаперы начинают бегать за инвесторами. В этот момент падают оценки, и инвесторы короли, cash is a king. Ну и, в общем, инвесторы, конечно, пытаются продлить состояние рынка таким образом, чтобы на нем дольше проходила вот эта вот стадия, когда инвесторы могут все. Теперь, где мы находимся с точки зрения венчурного рынка сейчас? Безусловно, вот та макроэкономика, которая сложилась, о которой Андрей рассказывал последние два года, это была вакханалия такая на рынке венчурного капитала. Мы часто общались с фэмили-офисами в 2019-2018 году, крупнейшие фэмили-офисы в Нью-Йорке, и пытались как-то собрать у них деньги. У нас нет доступа, пока мы молодой фонд, у нас только четыре фонда под управлением, нужно хотя бы шесть, чтобы прийти к вот этим фиделити и пенсионным фондам, чтобы все вызарило. Наша задача собирать деньги у частных инвесторов фэмили-офисов. И вот фэмили-офисы в 2018-2019 году, американские, под управлением 7-8-10 миллиардов долларов, малти и обычные, так сказать, сингл фэмили-офисы, они не давали денег, какие венчуры, они даже не инвестировали в сток, да, то есть вот equity для них был не то. Они банды покупали и покупали недвижимость, это вот все, куда они вкладывали деньги. Какое-то переключение случилось в 2020 году, действительно на этот рынок пришло очень много непрофессиональных инвесторов. И такого с этим рынком не происходило, так же как с публичным, на нем никогда не было раньше Робин Гудеров, теперь появились. На нашем рынке вдруг появилось огромное количество непрофессиональных игроков. Фэмили-офисы, кроссовер-фонды, большие private equity, хедж-фонды типа Тайгера, General Atlantic, которые никогда не делали инвестиции в венчур, вдруг побежали делать инвестиции в венчуры. Следующие появились на рынке спаки, спаки, которые, в общем, были абсолютно всеядными инструментами. Сейчас не буду объяснять, что такое спак, но наверняка слышали. Можно одной фразой сказать, что это как бы обратное IPO, когда ты сперва делаешь IPO пустышки, а потом туда покупаешь с рынка на полученные деньги, все, что хочешь. Совершенно безумная вещь, но действительно мода на них была страшная, и все делали спаки. Сейчас все, кажется, уже забыли, что они существовали. Да, спаки были просто каким-то феноменом. Причем эти спаки, в общем, первые появились в конце 90-х, и они там как-то плохо ли, хорошо ли развивались, но они никогда не претендовали на компании, которые без ревенью, у которых есть задумка сделать какой-нибудь электрический электроквадрокоплер, который будет летать без пилота, и первый продукт появится в 28-м году. И вот такие компании без ревенью, без продукта, а только с презентацией и большим количеством очень амбициозных ребят вдруг стали выходить на публичный рынок. И представьте себе конкуренцию на этом рынке. Вот есть профессиональный игрок, который чем еще отличается венчурный бизнес от, или мой бизнес от бизнеса Андрея? Андрей ищет Альфу, а я Альфу создаю. Мы креаторы Альфы, потому что мы инвестируем деньги в компанию, даем деньги фаундеру, чтобы фаундер создал свой бизнес. То есть мы вместе с ним эту Альфу создаем. На публичном рынке вы не даете деньги Эплу или не даете деньги Тесле, вы даете деньги другому инвестору, у которого есть акции Теслы. В нашем бизнесе вы даете деньги в ответ на выпущенные новые акции прямо в саму компанию, чтобы она создавала ценность. Так вот, нам нужна определенная доходность. Венчурный бизнес – это бизнес малоликвидный. Купили – сидите, продать очень тяжело. Это первое. Второе – высоко рискованный. Ну и высокодоходный одновременно возможно. Поэтому на этом рынке есть профессиональный подход к оценкам. Раз. И профессиональный подход к прибыли. То есть у вас должно быть 25-30% АРА. Причем вы инвестируете в долгую. Вы не инвестируете в компанию, которая через 3 недели выйдет на IPO. Вы инвестируете в компанию, которая через 5 лет выйдет на IPO или через 7 лет выйдет на IPO. Ну, соответственно, посчитайте, 30% годовых за 7 лет – это там много иксов. Четыре раза. Четыре раза нужно, чтобы компания выросла. Теперь представьте себе, вы кроссовер-фонд. Какой-то фонд, которому дали деньги инвесторы, но под совершенно другую доходность. Я-то инвесторам должен вернуть 30% годовых, но всяко не меньше 20. А этот кроссовер-фонд должен вернуть 7-10% и уже хорошо. А мы с ними конкурируем за одни и те же активы, за одни и те же стартапы. Плюс к этому приходят еще спаки, для которых вначале, вот Андрей знает, те люди, которые возглавили это движение, большие молодцы, потому что они прямо заработали колоссальное количество денег. Экономика для спака, просто если говорить, была следующая. Если ты покупаешь компанию и выводишь ее по оценке миллиард долларов, то даже если я менеджер этого спака, если через полгода после того, как мой локап закончился, эта компания стоит хотя бы 300 миллионов, я все равно сделал свои 10% от объема. Вот такая была шикарная экономика. Поэтому все, кто делал спаки, в самом начале, прямо большие молодцы, еще раз возглавили это движение, обогатились. Но нас, венчурных капиталистов профессиональных, они задвинули за пояс, потому что ничего похожего мы предложить не можем. Мы оцениваем компанию, она там стоит, не знаю, с ревенью в 50 миллионов долларов, допустим, 500, потому что она растет три раза год в году. Приходит спак, говорит, слушай, мы вам дадим 2 миллиарда. И сидит вот стартапер, говорит, ну зачем вы мне нужны? Если мне дают 2 миллиарда раз, если я через 3 месяца уже на публичном рынке, мне с вами еще пилить и пилить, причем контракт, который мы подписываем, очень невыгодный для стартапера, потому что там есть много ковенантов, которые делают этот проект очень прибыльным для меня и не прибыльным для стартапера, в случае, если оценка низкая. Мы все время стартапера мотивируем на то, чтобы оценка должна вырасти, тогда мы вместе заработаем. Если она не выросла, зарабатываю только я, а ты ничего не зарабатываешь. А тут спак, который тебе все отдает сразу, на блюдечке, через полгода ты богатый человек, конечно, все бежали туда. Вот, и это был рынок 20-21 года, и мы видели, как катастрофически растут оценки на этом рынке. Оценки в данном случае к мультипликатору. То есть, если там средняя статистическая оценка в финтеке, ну, то есть какой-нибудь необанк, не хочу сейчас никакой называть, любой, XYZ, в 2019 году стоил где-то 30 иксов, что уже было достаточно высоко, к ревеню, то в 2021 году такой же проект стоил примерно 200 иксов к ревеню. Представьте себе, насколько разогрелись оценки из-за этого. Ну, и дальше с экономикой венчурной произошло все то же, о чем говорил Андрей. В какой-то момент времени этот маятник качнулся очень быстро в обратную сторону. В апреле-май месяце венчурные капиталисты завернули. Почему завернули гайки? Спаки перестали быть прибыльными, ушли с рынка. Все, кто не успел найти таргет, так называемый, стартап или другую компанию, чтобы вынести ее на спак, просто остался, он деньги положил, свои собственные потратил на самом деле, ничего не заработал. Те вот самые большие структуры, которые в спак давали деньги, так называемые, там, пайп, при пайп деньги, они просто вернули свой кэш. То есть 85%, а то и 90% всех спаков, пустышки, те, которые просто дошли до IPO, но не нашли вот эту вот, вот шелф сделали, не нашли вот эту компанию, превратились в ноль. Кроссовер-фонды с этого рынка поуходили полностью, потому что, понятно, им сейчас не до инвестиций венчур. Такие большие игроки, как, там, не знаю, Tiger Global, которые публичные, они продекларировали, там, тот же SoftBank, продекларировали десятки миллиардов долларов убытков на этих инвестициях и тоже с рынка ушли. И остались профессиональные игроки. Они сейчас пользуются тем, что деньги, в отличие от количественного стягивания, как это, tightening, здесь просто их высосало в одну секунду с рынка, и получился дефицит денег, да, а стартапы, они как на иглу подсели. Они когда вот разгоняются, да, вот что происходило в 2021 году, опять-таки, там, в пейменте. Стартап, например, в начале 2021 года поднимает деньги по оценке, там, 3 миллиарда долларов. Ну, разумная оценка, потому что у него, там, 200 миллионов долларов ревеню. Середина 2021 года он поднимает уже по оценке 8 миллиардов долларов. У него ничего не произошло, у него никакого роста ревеню не было. Четыре месяца прошло. Прошло еще четыре месяца, он уже поднимает по оценке, там, 12 миллиардов долларов. То есть такого роста оценок не было в истории. Но что происходит со стартапом? Стартап все больше тратит. Ему дают деньги, он больше тратит, ему еще дают, он еще больше тратит. У него рост. Ему надо оторваться, нужно оторваться от преследователей. Теперь представьте, ему в одну секунду выключают этот газ, да, потому что все, денег больше нет, у них кто больше денег не дает. А теперь я немножко про будущее. Что будет происходить? Ну, естественно, на том рынке, который был в 21-м, в конце 20-го, в 21-м году, вот, я мне даже, ну, один из моих коллег, он прямо это вот, как бы, квот. Он говорит, слушай, сейчас поднимают деньги все, у кого есть пульс. Вот прибегает венчурный инвестор, пульс есть, давай дадим денег. Да, почему? Потому что, ну, а вдруг вырастет, а вдруг, значит, мы пропустим, поэтому поднимали деньги все. Лучшие имели там 20-30 термшитов, как происходит венчурная сделка. Выходит стартап на рынок, и к нему прибегают инвесторы, и дают ему какие-то предложения. Он собирает эти предложения, потом говорит, вот это выбрал, дальше идет там дью-диллаженс и закрытие сделки. Представьте себе, за неделю стартап мог получить 30 термшитов. Причем, ну, как за неделю можно термшит выдать? Термшит был так по телефону, а еще этот бизнес был очень персональный всегда. Вот я тогда в 20-м году сидел там на бордах, ну, такие вот седовласые дедушки уже там за 70 лет, они вот сидят на этих бордах, они говорят, как можно инвестировать по зуму. Ну, то есть для них это вообще было просто невозможно. Что такое инвестировать? Нужно же с этим стартапом встретиться. Мир реально сошел с ума, потому что в середине 21-го года я просто свидетелем был. Сидел в одном большом венчурном фонде на переговорах. И партнер этого фонда разговаривал по телефону со стартапом и говорит, let's issue, we'll issue termshit. Потом перезвонится моему менеджеру, говорит, все, termshit вы ссылаете, миллиард долларов, капитализация. Я говорю, а что это за стартап? Он говорит, слушай, я не помню название. Я говорю, потому что как не помнишь название? Он говорит, слушай, вот правда не помню название, как называется. Я говорю, ну ты с ним сколько раз встречался? Он говорит, да я с ним не встречался. Мне вот этот сказал, что вот этот, это реально профессиональные игроки. Я на него смотрю, думаю, о боже. То есть сидит человек передо мной, который просто сошел с ума. Вот это была история про, а почему? Потому что невозможно было действительно реально конкурировать. Конкурировали скоростью. Но даже самые плохие стартапы все равно получали 1-2 termshit. Но что происходит сейчас? Сейчас происходит очищение рынка. Очищение – это хорошо для рынка. Все компании, которые не производят рост, а мы вкладываем в рост, они просто уходят с рынка. И если раньше они уходили с рынка пустем слияния и поглощения в основном, причем неплохих, потому что в это уже включились, в эту же историю корпорации. Корпорации тоже покупали все подряд в 2021 году. Мы сами радостно продали один проект, не могу называть его, который генерал 2 миллиона долларов ревеню. Мы проинвестировали там по оценке 150 миллионов долларов. Очень было дорого. Но это был там и iSpace и так далее, и так далее. Но мы продали его через 4 месяца за 600 миллионов одному крупнейшему игроку на американском публичном рынке. Это прошло 4 месяца, эта компания не сделала больше ни одной продажи, не успела, просто потому что они сразу включились в due diligence с этим большим игроком и сразу были проданы. Сейчас на этом рынке, естественно, большие корпорации перестают инвестировать. И даже такие суперприбыльные компании, как Amazon, как Google, Facebook, ну Facebook там похуже все, Apple, у них фриз, у них фриз на хайринг, никого больше не набирают, у них фриз на инвестиции. Поэтому в лучшем случае будут покупать дестресс. Это самое лучшее, что будет происходить. То есть будут покупать очень-очень дешево. Я думаю, что мое предсказание, что примерно 80% стартапов на поздней средней стадии за эти следующие 12-14 месяцев, а сейчас они, знаете, что происходит со стартапом? Вот у него нужно дышать, да, он вдохнул, что такое вдохнул? Он взял деньги, потом выдохнул, значит, потом снова же вдохнуть, да. Теперь что происходит? Вдохнул, хорошо тот, кто вдохнул, деньги взял прямо перед кризисом, у него хоть вот в легких воздух есть. А тот, который уже выдыхал, а теперь деньги не взять на рынке, все равно стартапы пытаются не брать. До последнего давайте доживем, переживем, уменьшим расходы. Практически во всех индустриях сегодня уменьшаются расходы, стартапы фризят свои какие-то проекты ненужные, лишние, очищаются. Тем не менее, им все равно надо идти за деньгами. В любом случае, они пойдут за деньгами. 80% стартапов на средней и поздней стадии, то есть которым сегодня до какого-то счастливого будущего IPO где-то 5 лет жить, и которые там хотя бы 30 миллионов долларов генерят ревеню, либо уйдут с рынка, либо сделают даунраунды. Причем даунраунды существенные. И мы видим Инстакар, да, вот это доставка в Америке, самый большой проект в области доставки еды. 39 миллиардов, последняя оценка, потом 25 миллиардов, потом 13 миллиардов. Кларна, да, это buy now, pay later. 40 миллиардов, потом 5 миллиардов, следующая оценка. И это то, что мы вот видим на плаву. То же самое будет происходить и с другими проектами практически во всех индустриях. Я не знаю ничего про биотек, поэтому сказать не могу. Вот во всех индустриях софтверных это точно будет происходить. Теперь хорошее ли это время для инвестиций? Да, ранние стадии. Если говорить про ранние стадии, еще раз, там практически ничего не поменялось. Денег столько, сколько было. При этом оценки там не очень упали. Там в принципе они не очень росли в свое время, поэтому там все более нестабильно. При этом, заметьте, у венчурных капиталистов огромное количество денег сегодня. Американские фонды суммарно сейчас собрали 350 миллиардов долларов кэша, который у них как бы гарантирован. Это так называемый коммитмент. Но кто эти коммитменты дает? Пенсионные фонды, у которых триллионы долларов. Ну дали они 20 миллиардов долларов во все венчурные фонды. Они не будут их забирать, потому что это один раз только можно сделать. Да, для них 20 миллиардов это ничто. Им сейчас вот взять и отказаться от коммитмента, это штрафы, ты больше не попадешь в эти секвойи. И они поэтому держат эти коммитменты, и они их будут всегда исполнять. Кроме всего прочего. За последние три месяца венчурные фонды, такие как Bessemer, Lightspeed, Sequoia, Insight, ну там еще там с десяток, подняли исторические по размеру фонды. Это три, там пять, семь миллиардов долларов. То есть они нарастили мышцы, и они ждут, когда рынок очистится, чтобы начать инвестировать в лучшие компании. Плюс что они делают? Закрывают так называемые инсайдерские раунды. Теперь если стартапер идет на рынок, если я вот вложил в хорошую компанию, по оценке миллиард долларов, там 100 миллионов, а теперь она стоит 300 миллионов. Но она за это время выросла в два раза. Я уже сижу, я инсайдер, я знаю все, что происходит внутри. Она вышла на рынок, ей больше 300 миллионов не дают. Что делают инсайдеры, которые уже проинвестировали? Они говорят, мы тебе сами дадим по 300 миллионов, мы как бы то, что называется дабл даун, мы тебе дадим еще денег, раз ты растешь, по низкой оценке. Может тебе по более высокой никто не дает, почему мы тебе должны по более высокой давать? Поэтому происходит большое количество вот этих инсайдеровских даунраундов, о которых никто не знает, но они происходят. Потому что стартап не будет бежать на улицу, что называется, с плакатом и говорить, ура, мы подняли раунд, который в три раза нас удешевил. Ну то есть, если это можно сделать тихо, это делается тихо. Теперь последнее, наверное, что бы я хотел сказать, это всякие секондарис. Наверняка тоже вы участвовали в каких-то секондарис сделках. Что такое секондарис сделки? Это покупка, продажа как раз как на публичном рынке акций уже выпущенных. Когда один инвестор продает акции другим инвесторам. Мы сидели с моим приятелем, который только этим занимался больше ничем в Штатах, в Калифорнии, и смотрели на акции таких известных компаний, типа там SpaceX, там всякие там Chime и так далее, и так далее, революты. Вот в марте месяца 2020 года дисконты были где-то порядка 30-40%, что нормально. К тому последнему раунду, который компания поднимала. Это не значит, что эти инвесторы, которые продавали, теряли деньги. Они просто заходили очень рано. Поэтому для них даже 30% down price с последнего раунда все равно это очень большой заработок. Если вы там проинвестировали по 10 миллионов, а теперь компания стоит миллиард, 30% это 700 миллионов, все равно вы очень много заработали. Теперь в 2021-2022 году часто очень secondary продавались по оценке выше, чем последний раунд, что вообще нонсенс по-настоящему. Потому что, как правило, продаются акции как раз простые, так называемые, обыкновенные common stock, которые в венчурной иерархии очень слабые, очень плохие. Они плохо защищены, но они стоили дороже, чем акции последнего раунда. Был ажиотаж. И народ просто с какой-то страшной силой искал эти последние акции какого-нибудь SpaceX, отрывался руками. Сейчас на рынке дисконт к секондарис примерно 80%. Сейчас на этом рынке действуют другие, выпалшие из подполы, с черного хода зашедшие игроки, дестрессоры, которые много ждали своего часа. И теперь покупают то, что люди просто готовы, что называется, сегодня отдать, потому что им нужен кэш. Но фундаментально я очень верю в технологии. Я считаю, что технологии до сих пор являются страшно недооцененными во многих индустриях. Медицина, биотехнологии, строительство, агропром. То, что по минимуму, да, вот эти огромные индустрии вообще лишены каких-либо инноваций сегодня. И в них колоссальный запас возможностей создавать новые проекты. Образование. Я очень верю в индустрию Web 3.0, которая является пока очень спекулятивной, потому что все там только спекулируют биткоином. Но реально есть проекты, которые могут поменять и финансовые рынки, банки, и могут поменять рынки страховые, и могут поменять рынки публичных акций, бирж фундаментальнейшим образом. И я, как человек, который верит в технологии, считаю, что сейчас маятник по-настоящему качнулся в другую сторону, он был раскручен. Теперь он качнулся в сторону, когда оценки очень низкие, но он куда-то придет в знаменателю, там, 18-19-го годов. Ну что, я обещал говорить теперь про инвестиции, да, уже. Если еще есть куда вмещать информацию. Я тогда, чтобы плавный был переход, я начну с такой своеобразной инвестиции, как Venture Debt. Вот там 3-2 года назад мы очень много говорили о том, что есть такая прекрасная конструкция, как Venture Debt Investment. Стартапы между раундами, если им нужны быстрее деньги, они хотят сделать раунд дороже, а это требует времени. Надо подождать. Они берут деньги под высокий процент, там, 15-17-20% годовых. Почему? Потому что, когда они сделают раунд, они деньги отдадут. И, скажем, ты год подождешь, заплатишь 20% ставку, а раунд у тебя будет на 50% выше, за этот год вырастет. И объем Venture Debt, я не знаю, есть ли какие-то цифры у тебя, но я просто знаю, что он очень большой. В Америке он больше 100 миллиардов долларов. Вот, да, то есть это огромная индустрия. Сейчас понятно, что эта индустрия hits the wall, потому что стартап, который взял под 20% годовых, должен отдавать деньги, а раунда не будет. Или раунд будет, но раунд будет такой, что ты не можешь отдать просто этот долг, который ты взял. Вот, и или раунды не будет просто потому, что ты приходишь, людям показываешь компанию, у тебя там этот долг под 20 годовых. Да, и сейчас здесь будет куча проблем. Да, и ровно те же самые проблемы возникают в куче других мест. Там, не знаю, там, Senior Loans, например, да, огромная индустрия Senior Loans, ликвидные фонды, там, Invesco сделал огромный фонд, там, Айширс огромный фонд, Senior Loans. Все красиво, да, Senior Loans, он платится первым, да, за ним еще стоит там Junior Loans, компания растет, цена компании растет бизнес-компания, растут мультипликаторы, она может себе позволить взять больше долг под залог собственных акций, да, перекредитоваться в банке всегда и погасить Senior Loans. Сейчас стоимость акций компании упала у кого-то на 20%, у кого-то на 50%. Соответственно, даже те кредиты банков, которые у них были, банки приходят и говорят, у вас недостаточный коллектору, ваши акции больше не обеспечивают ваш кредит, да, как отдавать Senior Loans, да, вот этот вот замечательный фонд, там, скажем, Айширс, Senior Loans, он с начала года, там, что-то минус 14% в цене, сам фонд, при том, что как внутри переоценка происходит, мы пока не понимаем, это кредиты, эти кредиты, эта переоценка идет инстейджис. Вот. Значит, у меня есть замечательная история, сейчас в копилке, я ее очень мало кому рассказывал, поэтому пока еще очень люблю рассказывать. Клиент Goldman Sachs. 350 миллионов долларов в портфель, Goldman Sachs управлял его деньгами, все было хорошо, зарабатывали ему там 5% годовых. В какой-то момент клиент пришел в Goldman Sachs со словами, вы не понимаете, как зарабатывать, мне сейчас здесь объяснили, как надо зарабатывать в 15-годовых. Вы ничего не умеете, я у вас забираю деньги, Сбербанк первый мне объяснил, как зарабатывать. Взял, отнес деньги в Сбербанк первый, но, так сказать, с менеджером Goldman Sachs сохранил отношения, тот говорит, ну, слушай, ну, ты деньги забрал, расскажи, что они делают хотя бы. А они делают левердж евробондс, они берут евробанды, и, значит, там, типа, тройное плечо через Сбербанк, низкая ставка доллара очень. Да, и вот, значит, 15-годовых, отлично, все, как это было, там, вот, типа, там, конец 20-го года, начало 21-го года. Значит, 1-го марта, насколько я знаю, этого клиента попросили донести денег, потому что маржинку. 350 миллионов, как корова языком. Вот, понятно, что никто донести денег не может в этой ситуации, да, когда-то все деньги отдал Сбербанк первый. Вот, ну, вот это рыночная история, это происходит here and there, и это очень сильно влияет, в том числе, на котировки, потому что люди продают, там, все, когда у них падает что-то. Каждого человека, по идее, встроена в голове машина, которая балансирует риски, и если у тебя здесь что-то сильно упало, то ты из этого тоже уходишь, потому что ты переоцениваешь свой будущий доход, переоцениваешь свое состояние, да, и это то, что мы наблюдаем. Ну, кстати, на мой взгляд, вот венчурный долг сейчас как раз является очень таким богатым, хорошим инструментом для стартапа. Кредиты ему не дают вообще, ну, то есть, кредиты, чтобы получить стартап, должен быть уже размером, там, миллиард плюс ревенью. А венчурный долг является таким хорошим мостиком, и сейчас как раз это, наверное, самый такой ликвидный, самый доступный стартапом инструмент. Потому что его выдают не венчурные фонды все-таки, а другие игроки, то есть, это все-таки игроки, ближе такие, стоящие к банкам, специализирующиеся на венчурном кредитике. Здесь проблема, как они его возвращают. Они его реструктурируют, они его продлевают, у них все равно есть старшинство, то есть, если стартап продается, они первые выходят из сделок. Конечно, они получают кучу варантов, то есть, они тоже используют свое преимущество в том, что они могут много заработать. Здесь же проблема самого круга, я вот как банкир могу сказать, да, потому что я там много занимался кредитованием в свое время, и, значит, акции компании вообще плохой залог, да, потому что если все плохо, то это не залог. Я согласен. А если хорошо, залог не нужен, да. Когда у тебя на рынке растут ставки, а у стартапов падают оценки, то у тебя как минимум растет ставка кредита. Когда растет ставка кредита, то очевидно оценка стартапа должна экспоненциально падать, потому что у него просто, так сказать, dead cost растет очень сильно. Да, поэтому это такой vicious circle, да, и я не знаю, кто сейчас станет выдавать эти деньги, я бы не стал как банкир. Вот есть игроки на рынке, и действительно, сейчас раунды поднять почти невозможно, Андрей, а вот венчурный долг получить можно. И большинство стартапов, которые я знаю, они получили вот сейчас уже там в сентябре, в октябре получили венчурный долг. Посмотрим, как они будут отдавать, это такой, может быть, сейчас пароксизм, такое бывает на рынках, да, но я бы вот не стал в это лезть, честно, да, вот, а, извини, да, просто, так сказать, продолжая про ликвидные рынки, да, значит, к чему это все приводит? Вот, да, вот эта ситуация. Вкупе с тем, что механика ликвидных рынков сейчас, она же очень сильно отличается от того, что было 10-15 лет назад, да, сейчас на, вот, 10-15 лет назад что было, да, на рынке были тяжелые бегемоты, да, которые лежали в рынке и периодически, так сказать, шевелились как-то. У них были инвестиционные комитеты, которые реагировали на каждую новость в течение квартала, то есть там вышла статистика экономическая, ну, когда у нас следующий инвестиционный комитет? Через два месяца, значит, мы ее обсудим и поменяем локацию. А между ними бегали там разные более мелкие животные, которые подбирали остатки от этих бегемотов, потому что неповоротливость порождала неэффективность. Вот. Дальше животные начинали становиться все более мелкими, с одной стороны, вот, значит, Робин Гудера, а с другой стороны все более быстрыми, потому что возникали компьютеры. Потом появились Flash Boys, да, о которых хорошо очень Льюис писал, HFT-фонды, появились статистические алгоритмы, на рынок пришли ракетчики, типа меня, наш, так сказать, самый, там, самый хорошо зарабатывающий фонд, это ракетные технологии, действительно. Там очень, так сказать, большая статистическая машина внутри встроена. Вот. И они стали очень быстро на все реагировать, но быстрая реакция требует очень формальных решений. Поэтому, поскольку сейчас эти игроки доминируют на рынке, то когда, например, объявили про инфляцию, значит, прогноз был 8,2, инфляция, 8,1, инфляция вышла 8,2. Значит, все вот эти вот быстрые машинки, у них очень простой триггер, инфляция хуже прогноза или лучше? Если инфляция хуже прогноза, надо продавать, потому что Фед будет повышать ставку. Значит, рынок моментально ух на 500 пунктов вниз до Джонс, сразу, да, там, за час, фактически. Но в этот момент, естественно, надо перекрывать опционы, да, поскольку у вас так резко падает рынок, резко меняется цена опционов, и на рынок выходят просто игроки, которые начинают покупать коллектору. Да, и рынок останавливается, и уже через три часа рынок опять оказывается на том уровне, на котором он был, а еще через час рынок оказывается на 200 пунктов выше, чем он был. Да, вот то, что сейчас делают рынки, и они будут так реагировать. Сейчас рынки действительно движутся простыми и очень распределенными механизмами, поэтому волатильность большая. Общее движение вниз, естественно, потому что денег становится меньше, а ставка выше. Да, здесь очень простой механизм, которому все учились в школе, наверное, да, там, при прочих равных мультипликатор компании, он завязан на ставку финансирования. Да, то есть, чем выше ставка финансирования, тем пропорционально мультипликатор, там, к прибыли, он должен быть меньше. Поэтому все падает сейчас, да, 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 я сейчас быстро. Все падает сейчас, все будет продолжать некоторое время падать, вот, и, а дальше в какой-то момент, как я говорил, произойдет консолидация ставок, и произойдет консолидация рынков. И в тот момент, когда первый игрок поймет, что скоро ставка начнет падать, он начнет покупать. Потому что, когда мы говорим о качественном долге, если у вас, скажем, 30-летний долг высокого качества, и он стоит, там, скажем, 5% сейчас дает, да, допустим, и ставка на 1% упадет, Это значит, долг, по идее, ну, если там, так сказать, нет спреда и нет гэпа, он должен на 1% упасть его доходность. 1% на 30 лет, он на 30% должен вырасти в цене, грубо говоря, да, у него, там, дюрация, условно говоря, будем считать, что равна продолжительности. Это значит, что надолго можно заработать 30% сходу, да, значит, кто-то начнет покупать, за ним начнут покупать другие, естественно, да, рынки всегда реагируют раньше. Если мы сейчас спекулятивно спрогнозируем, что ставки начнут падать к концу следующего года, значит, где-то в середине следующего года рынки начнут это ожидать. Когда они начнут это ожидать? Когда Фед начнет менять риторику. Когда Фед начнет менять риторику, никто не знает, да, но мы это с вами услышим, да, и поэтому, наверное, самый простой рецепт тем, кто вообще ничего не умеет делать на рынке, это просто сейчас подождать, да, и дождаться изменения риторики Феда, потому что запас этого роста будет достаточно большой в этот момент. Все-таки снижение ставки с условных 5% до 2-3% это 50-60% роста стоимости длинных бандов. И акции, они, естественно, будут потом работать тоже, так сказать, в этой же парадигме. Вот, для тех, кто умеет делать более сложные вещи, очень хорошо можно пользоваться инфраструктурой рынка сейчас. То есть, поскольку рынок такой вот, так сказать, такой волатильный, он так дергается, на нем паттерны четко проявляются, все, что связано с паттерн-рекогнишн, все работает. Да, там у нас, не знаю, вот там квантовая стратегия, которую мы сейчас заворачиваем в фонд с 1 ноября, она с начала года 30%. Нормально это? Нет, ненормально, она не должна столько делать. Да, мы не берем там столько рисков, чтобы она делала 30%. Но в условиях вот этой волатильности она так срабатывает. Это пройдет, конечно, да, и она вернется к своим там 12-ти со временем. Вот, те же самые опционы, например, да, там шорт-гамма стратегии на этой волатильности работают очень хорошо, потому что посчитать какие-то предельные диапазоны можно на коротком интервале. Ну, сравнительно точно, да, а хеджеры и шортисты их не считают, они работают по-другому, у них совершенно другая потребность в опционах. И поэтому они спокойно отдают себе этот доход. Пусть он там 6-7 годовых, но они его отдают. В конце концов, короткие US Treasures сегодня, да, они дают уже там 3,5%. Да, короткие британцы дают там 4,5%, да, сейчас. Ну, 4, да, там, в фунте. Вот, 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 вот это пространство сейчас действительно доступно для инвестиций и, наверное, полезно для инвестирования, потому что все-таки инфляцию сейчас никто не отменял. Пусть 20-летняя инфляция там сейчас все равно 2,5%, так или иначе, да, этот спайк, он мало что прибавил к тренду. Но, 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 но в моменте инфляция есть, да, и как-то, вот, так сказать, какими-то инвестициями с ней бороться все-таки тоже хочется. Наверное, вот это все, что я хочу сказать, а вопросы, да, я бы с удовольствием, мы все ответим, наверное, да, Виктор? Конечно. Андрей, Виктор, огромное спасибо за такой прекрасный, за такой прекрасный вечер. Вопрос к Андрею, скажите, пожалуйста, вот, ну вот для меня, которые бы не будут скрывать и не умеют делать ничего на рынке, как лучше всего понять момент, когда уже все это падение прекратится и уже можно будет тоже смотреть, куда можно инвестировать? Ну, не падение, а вот это вот момент, как вот это изменение риторики, как вы сказали? Как его непрофессионалу отследить, увидеть, узнать? Ну, как диагностировать аппендицит, если я слесарь? Вот ровно тем же образом обратиться к врачу, и здесь тоже, если вы ничего не умеете на рынке, то, наверное, вы поймете сильно позже, чем это поймут профессионалы. Поэтому просто, так сказать, обращайтесь к специалистам, грубо говоря, да, к тем, кто, у кого есть трек-рекорд, да, и кому вы можете доверять. Кто вот, можете посмотреть на трек-рекорд и увидеть, человек понимал раньше, что происходит. Наверное, он сейчас тоже поймет. Я думаю, что это единственный способ. Абсолютно согласен с Андреем. Спасибо большое, Андрей и Виктор. Такое приятное сочетание. Человек, который управляет рисками с банковскими, таким прошлым, как я понял правильно. Человек, который рискует и зарабатывает много. У нас в прошлом это с Андреем одно, я тоже, в общем-то, банкир. А, извините. Ну, айтишник, банкир. Я вообще-то ракетчик. Я хотел спросить из соседнего цеха вопрос про недвижимость. Вот покупать квартирки сейчас в Лондоне или не покупать? Вот. И по моргичу, если покупать. То есть какая-то вот с таким элементом. Спасибо. Ну, я думаю, что у нас будет два мнения, да, поэтому мы оба, наверное, ответим. Смотрите, значит, покупать или нет себе квартиру в Лондоне зависит не от того, что происходит на рынке. Нравится ли вам Лондон? Вот. Ну, понятно, что здесь есть составляющая ваша. Вам надо где-то жить, там нравится ли вам Лондон и так далее. Но самое главное, что рынок недвижимости, это же не коммодити-маркет. Он очень расслоен, да. И, например, если мы говорим про топ-тайр в Лондоне, да, то покупать или нет квартиру, имея в виду на будущее рост стоимости, да, зависит от того, будут ли притоки в Лондон. Да, то есть поедут ли люди, скажем, не знаю, с ближнего, с Дальнего Востока, из, там, России, но сейчас уже, наверное, не поедут. Откуда-то еще поедут ли они жить в Лондон, да, будут ли люди с континента перебираться, или будет поток обратный. Это зависит от многих вещей, в том числе, например, от соотношения стоимости валют. Фунт сейчас упал достаточно здорово к евро и к доллару, и это очень позитивный для недвижимости вообще местный знак, да. То есть вы можете, грубо говоря, купить эту недвижимость сильно дешевле. В долларах. Ну да, ну как бы в корзине, да, если вы понимаете, в корзине. Потому что когда фунт обратно к доллару вырастет, он, конечно, вырастет к доллару, да, оверсайкл, то даже продавая это за те же фунты, да, вы получите больше денег, больше вот этих юнитов корзины. Вот, и это все понимают сейчас, да, и поэтому цены здесь будут разгоняться. Те, кто покупает недвижимость экстракласса, они значительно меньше ориентированы на моргидж. Они, если делают моргидж, они его делают против доходов по активам своим, да, и если там сегодня моргидж вырос в цене до, не знаю, там 6-7 процентов, может быть 8, да, с тех, что было там, скажем, 3-4, а у кого-то было 1,75, мне предлагали, когда я дома покупал, взять по 1,75 моргидж, зафиксировать на 5 лет, вот. То сейчас моргидж, конечно, будет дороже, но и трежерис приносит больше, да, и когда через там год-полтора начнется цикл роста, у вас будут ставки изначально и больше доходности. И сегодня вы бумагу, там, скажем, трипл Би какую-то, там, 15-летнюю, можете купить с доходностью 6-7 процентов. То есть сразу, так сказать, моргидж под 5, скажем, бумага под 7, у вас, так сказать, 2 процента дохода на ваш капитал. То есть в этом смысле моргидж для вас не так опасен. А вот моргидж для тех, кто выплачивает со своей зарплаты, сейчас будет убийственный. Поэтому нижний сегмент лондонский, я думаю, что будет падать. И особенно, так сказать, вне Лондона будет, и там будет проблема достаточно большая, потому что очень много леверидж-штаб застройщиков, моргидж строительный, который брался в свое время. И огромное количество инвесторов, которые соблазнены были на джуниор-лоунс под девелопментские проекты. И шли туда, потому что там джуниор-лоунс шли под 18-20 годовых. И еще там был какой-то свитенер за счет, так сказать, собственно, эквити этого проекта. А сейчас там каждый второй лопнет за ближайшие два года, потому что они не могут выдерживать это. И банк сейчас придет за коллетерл, потому что он будет падать в цене. А банки имеют право первой ночи в этой ситуации. А если у тебя на 20% падает стоимость проекта, то у тебя ноль из твоего кредита. И ты уже ничего не вернешь. То есть здесь очень много разных обстоятельств. Здесь надо там говорить долго и серьезно со специалистом. Я не знаю, вот... Андрей, нечего добавить. Мне кажется, что ты все сказал про недвижимость в Лондоне. Ну вот это надо говорить... Не знаю, у меня очень большие друзья. Саввилс, например, да, здесь. Мы даже... Да, легко, да. Они очень профессиональные, да. И когда они вам не впаривают свой продукт, они говорят все очень честно и хорошо. Поэтому с ними можно поговорить. Спасибо большое. Очень интересно. Наверное, у меня сняли с языка мой вопрос. Ну, про недвижимость понятно. Я второй раз не буду. Волею судеб переехала Великобританию. И есть некоторые долларовые накопления. Нехорошая ли сейчас возможность переложиться в фунты, чтобы сохранить покупательскую способность, а может быть ее и увеличить? Вы знаете, можно я с вами буду честным? Я... Когда я покупал дом, я платил по 1,25 курсу. И был совершенно счастлив. Я считал, что просто мне очень повезло. Потом, когда курс стал 1,20... А я, надо сказать, что я последовательно всем рассказывал и выступал за то, что надо держать деньги в долларах, потому что доллар будет расти в цене. Это было понятно. Он действительно стал расти в цене. И тут, ну, в общем, не фунт изюма. Это было очевидно. Но когда он стал 1,20, я четверть своих денег поменял из доллара в фунт. Когда он стал 1,15, я поменял еще четверть. Сейчас я сижу половина на половину, чуть-чуть кусаю локтя, чуть-чуть. Особенно, что я вторую половину не поменял по 1,06, как в тот момент, когда это было. Вот. Сейчас он 1,12. И я пока не меняю, потому что еще пара министров финансов Великобритании, он 1,06 будет снова. Вот. В этом смысле я бы не рвался сейчас сильно торопиться, может быть, да. Вот. С другой стороны, я могу себя ускапливать в чем? Что у меня 50-процентная позиция в доллар открыта, я живу уже здесь. То есть, чем хуже, тем у меня лучше все равно. Да. Вот. Но так или иначе, я могу, что, я не знаю, как угадать дно. Я уверен, что там через три года, условно говоря, фунт будет стоить сильно дороже. Будет ли он стоить там 1,05 в ближайшее время или через полгода, я просто не знаю. Я вот, так сказать, сколько я не пытался поймать вот этот за хвост, я всегда промахивался. Но оказаться около, да, у меня обычно получается. Спасибо. Можно в продолжение темы услышать какой-то среднесрочный прогноз по экономике Великобритании и прокомментировать, пожалуйста, эти шарахания правительства и канцлера по поводу монетарной политики? Есть мнение? Нет, это к тебе вопрос. Я сегодня отвечаю за необоснованные суждения. Хорошо. Ну, смотрите, значит, с экономикой Великобритании, в общем, особых проблем-то нет. Да, дай бог, кому иметь такой ВВП на человека. Все, о чем мы можем много говорить про проблемы в Великобритании, это все там нормальные проблемы, постковидные, посткризисные, постбрекзитные, да, это накопилось множество мелочей, которые как-то должны разрешаться. Основная проблема в Великобритании, на мой взгляд, сейчас политическая. Это проблема того, что слаболегитимное правительство должно показывать какие-то красивые, быстрые действия и результаты, чтобы набирать легитимность. А экономика подобного рода, она лечится как раз обратно, она лечится очень спокойными, аккуратными действиями. И вот похоже, что Джереми Хант это понимает лучше, чем предыдущий министр финансов, судя по тому, что он говорит. Но я боюсь, что на экономику Великобритании, которая, ну там прогноз минус 0,3 процента, да, ближайшие 12 месяцев, что в общем от там плюс 0,5 ничем не отличается, да, с точки зрения жизни нормальной. 100 процентов долг и ВВП примерно, да, что мало отличается от развитого мира. Индийский фунт это очень хорошо, да, сейчас, это возможность там повысить экспорт и снизить стоимость импорта и счет капитальных операций, текущих операций улучшить. И все это как-то вот, так сказать, контейнируется и стабилизируется, и рынок труда более-менее стабилизируется. Проблемы с электроэнергией, с газом, с ценой, понятно уже, что временные, да, сейчас сезон пройдет, они закончатся, и дальше все будет легко. Вот, и сейчас очень важно, что вот в этой политической борьбе, которая, в общем, приобрела характер некрасивый, действительно, в этой борьбе не порубали шашками экономику в попытке показать, что ты лучше сосед. Особенно там выборы скоро достаточно, перед выбором надо готовиться. На выборах, скорее всего, консерваторы потеряют власть. Естественно, выигравшая коалиция или партия придет с ультрадемократическими предложениями, позициями. Мы все, наверное, боимся, что будут проблемы со статусом резном дом после этого. Будут проблемы с, будут очередное наступление, очередная волна атаки на специальные режимы, специальные льготы налогообложения. Это значит потеря инвестиций, это значит потеря притока affluent людей в страну. А страна эта держится во многом, как экономика держится на обслуживании affluent people. Здесь финансовый сектор гипертрофирован на большой, здесь сервисный сектор гипертрофирован на большой. То есть и так далее, и так далее. То есть вот, скажем, до выборов я бы относился к ситуации более-менее спокойно. Если не считать внутренней долговой проблемы, которая может проявиться. Мы, например, у нас есть большой достаточно фонд фондов и достаточно успешный. Мы сейчас закрыли все позиции в Private Debt в Англии. Мы просто опасаемся, что они пока не списывают проблемы, а проблемы нарастают. Когда они начнут списывать, здесь будет вал проблем. Это перейдет к британским банкам. Банки очень сильно вал на работе относительно этих проблем. Правительству придется заходить спасать британские банки. Это значит новые деньги, это значит новый долг, который надо поднимать. Это значит дальнейшее падение стоимости местных долгов. Если на этом фоне начать условные либеральные реформы, социалистические, то сейчас это минус 0,3, а через два года мы можем увидеть минус 1,5. Вот такой сценарий есть. И я, честно говоря, я настороженно отношусь к ситуации в этом смысле. Реализуется он или нет, я, конечно, не знаю. И никто не знает, потому что это зависит от людей. Это зависит от того, что будет вовне. Это зависит от того, будет ли уже расти фунт к этому времени достаточно активно. Это зависит от ситуации вообще на рынках мировых и так далее. Вот то, что я знаю. Я по вопросам вижу, что вопросы очень про краткосрочное будущее. Что будет завтра? То есть, когда большая волатильность и нестабильность, очень всегда хочется знать, что завтра будет с фунтом, а нужно ли сегодня покупать недвижимость. Я еще раз хотел бы просто немножечко про венчурный бизнес, который сейчас мало вас волнует, потому что это всегда долгосрочно. Но на самом деле, чем хорош венчурный бизнес? Первое, вы отдали деньги профессиональному управляющему, и вы не видите, что с этими деньгами дискретно происходит. Действительно, эти деньги вы как бы списываете с баланса, потому что они высоко рискованные, с одной стороны. Но с другой стороны, вы не можете каждую секунду посмотреть, какая у вас оценка. То есть, морально это гораздо проще, потому что вы просто не погружаетесь в это. Вы отдали деньги под управление, и кто-то ими управляет, и через какое-то время вы надеетесь получить большую доходность. Второе, сейчас реально самое хорошее время для инвестиций в венчур. Потому что, вот мое предсказание, в следующие 3-4 года венчурные проекты будут, когорты венчурных проектов в следующих 4 лет будут самые доходные за последние 20 с лишним лет. Это показал рынок пост.доткомов, на котором была самая высокая доходность. И сейчас будет то же самое. То есть, сейчас реально практически безупречный рынок для венчурного капитала. То есть, как всегда, мы о нем не думаем, да, потому что сейчас много других проблем. И зачем мы будем закапывать деньги в 10-летние фонды, и там через 7-8-10 лет получать прибыль, когда у нас тут и так проблем много, а вообще, может быть, и 10 лет, как вот сейчас шутят. Вот, скажите, у вас есть календарь, да, на 23-й год? Говорит, а вы, говорит, батенька, оптимисты. Да, вот мы, если все-таки быть реалистом и оптимистом немного, то надо, наверное, тоже подумать и о том, что через 7-8 лет вы хотите какую-то доходность достаточно высокую иметь. А она вот сейчас, в моменте, при инвестициях в правильные проекты, профессионально, даст очень хороший и практически гарантированный результат, который, на мой взгляд, жалко пропускать. Можно, можно, вот я, если можно, прокомментирую. Значит, просто чтобы было в переводе на язык ликвидных инвесторов, гарантированный результат – это тот самый 1% успеха, да, там уже вряд ли он будет больше, чем всегда. Если вы проинвестировали в один проект, да, но если вы управляете портфелем, то тогда нет. Если вы проинвестировали, да, если у вас 1% успеха, если вы проинвестировали в 100 проектов, то там статистически… Чем отличается все-таки профессиональный венчурный фонд от непрофессионального инвестора? Непрофессиональный инвестор инвестирует в один проект, а профессиональный инвестор создает портфель, в котором нельзя заработать сверх много, невозможно заработать, не знаю, 500% годовых, как на одном проекте можно заработать, Но очень вероятно заработать 25-30% годовых. Я просто к чему, что предложение проинвестировать в венчур нужно тоже понимать через некие механизмы. Я знаю огромное количество людей, которые каждый проинвестировал в один проект. Если вы хотите развлечься, то вам надо проинвестировать в один проект. Тогда это развлечение. Если вы хотите заработать, вам надо проинвестировать, как Андрей, собственно говоря, ответил, про публичный рынок. Если вы в этом не понимаете, лучше доверить деньги профессионалу. В частном рынке еще больше инсайтов. Если про Apple и Андрей, и вы можете прочитать одно и то же, но выбрать разные суждения, что произойдет, то про наш рынок невозможно прочитать и понять, что произойдет. Потому что там нет макро, там есть только микро. Есть конкретный проект, который нигде ничего публично не говорит никому. Мало того, разным трем инвесторам может рассказать примерно разные истории, как ему больше понравится. Нет, не значит, что он врет, он же будущее продает. А будущее, оно легко изменяется от рассказа к рассказу. Вот я Андрею рассказал будущее, оно Андрею не понравилось, я Алексею рассказал другое будущее чуть-чуть. Вот Алексей понравился, он проинвестировал. То есть в венчурном бизнесе слишком много инсайтов, которые, к сожалению, вообще непрофессиональный человек понять не может. То есть это действительно нужно только через профессионалов делать. Ну да, ну и я, если можно, выступлю в роли Чапаева, да, можно ты выступишь в роли Петьки, да. Потому что, помните, в знаменитом фильме, там, психологическая атака когда, да, и Петька говорит, ну, по-своему, значит, стреляю, да. Стреляю, говорит, погодь, Петька, погодь, пусть подойдут поближе. Да, вот здесь, мне кажется, тоже эти венчуры должны еще подойти поближе. Я думаю, что еще годик надо выждать, через год они будут дешевле, лучше. И главное, что с рынка смоют. Да, ровно так. С рынка смоют вот все, что еще не смыло, да, потому что пока еще не смыло. У нас такая вот стратегия и есть. Мы в этом году сделали одну инвестицию, потому что мы держим деньги под то, чтобы сделать инвестиции в следующую. То есть это абсолютно правильно. В следующем году, как раз, мне кажется, что как раз исчерпаются все, кто, значит, вот нетерпелив. Ровно так. И уйдут все плохие деньги, и венчуры будут, как в старе, сговорчивы. И тогда действительно можно будет смотреть на этот рынок. Абсолютно согласен. Спасибо. Спасибо.